Мы на стенде компании Acer и самое офигенное и крутое, что я здесь нашел, это новый Predator, игровой ноутбук компании Acer. Давно она ничего такого мега офигенно крутого не выпускала. Он охренительно толстый, он охренительно мощный. Давайте сначала про характеристики, остальное я буду показывать. Я его вижу впервые, еще не крутил в руках. По характеристикам, здесь максимум может стоять Core i7, Skylake, понятное дело, 64 гигабайт оперативки, 512 гиг SSD, причем через PCI подключенный, 2 терабайта HDD и 980 видеокарта, M конечно же. Весит он 3,9 кг, то есть до 4 кг. Выглядит просто офигенно, везде матовый пластик, где-то даже прорезиненный, спереди есть даже кнопка для выключения сенсорной панели, специально чтобы во время игр ее не нажать. Она же выключает еще и кнопку Windows. Посветка клавиатуры, но пока непонятно RGB она или нет, вот эта зона подсвечивается красным, а вот эта зона синяя. Есть даже Hotkey, блин, я еще раньше не видел в игровых ноутбуках Hotkey'ев, несколько режимов этих Hotkey'ев, можно просто разные группы назначать, не знаю, одна группа для Dota, другая группа для CS, третья группа для Battlefield или еще для чего-то. Все лампочки вынесены сюда, выглядит очень прикольно, темная панель, сзади выглядит он вот так вот, блин, вы посмотрите, ну вот это забрало, это просто, блин, забрало, зубы, 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 вот это моща, конечно. Мне рассказывают, что здесь есть даже два сабвуфера. Из того, что я вижу, спереди два динамика здесь, два динамика здесь, через сетки здесь ничего не видно и вот здесь, по идее, сабвуфер. Может быть, даже два, я не разбирал и разобрать сейчас не могу. Первое впечатление просто офигенное, экран 4К, такое железо должно, в принципе, справиться с 4К разрешением, но, конечно, не на супер высоких настройках, просто на высоких однозначно. Я не очень, честно говоря, поклонник 4К разрешения в ноутбуках, даже в 17-дюймовых, но все это выглядит просто потрясающе. Матовое покрытие, IPS-матрица, максимальные углы, правда, открывается не супер широко, но и этого достаточно. Блин, моща просто бомба. Будем надеяться, что нам дадут его на обзор в ближайшее время, тогда, конечно же, проведу все тесты, поиграю на нем, расскажу про клавиатуру. Клавиатура, по первому впечатлению, тоже хорошая, не хуже, чем у SteelSeries в MSI и Asus. Больше мне пока сказать нечего. Ноутбук, честно говоря, меня впечатлил, но это только первое впечатление. Еще мне только что рассказали, что этого ноутбука Acer Predator достается DVD-привод, точнее, это Blu-ray-привод, и вместо него можно поставить дополнительное охлаждение. Здесь его нигде нет, поэтому показать сразу невозможно. Надеюсь, ближе к обзору его смогут достать. А пока на этом все. Это все, что я нашел прям супер мега интересного на стенде Acer. Все остальное простые ноутбуки для бизнеса, для дома. Это не игровая тема, я люблю поиграть. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите другие наши видео с выставки CEE 2015 и не покидайте наш канал. Меня зовут Руди, всем пока!